Добрый день! Прошу прощения за опоздание. И наша с вами тема сегодня – Ишаяху, 60-е глава. Я напоминаю, что все свои занятия я посвящаю своей жене, которая ушла из жизни полтора года назад, Люба Бат Михаэль, возвышению души и памяти о ней. И наша тема, такой некоторый перескок, связан с тем, что мы говорили о начале будущего времени и о том, что начало такого будущего времени было в период правления царя Хискиягу в 555 году до этой эры пало Северное царство. И Хискиягу фактически распространил свою власть на Северное царство. В его годы, как вы помните, происходит чудо, которое могло стать началом нового времени, но не стало. И мы говорили о причинах, а сегодня я хотел бы поговорить о том, как Ишаяху видит это новое время. Можно было бы взять много отрывков, потому что и из Ишаяху, и из других пророков, и рассмотреть целые главы. Но мы все-таки остановимся на 60-й главе, как мне представляется, наиболее яркой в этом плане, а потом, отталкиваясь от нее, уже сможем и как-то расширить свои знания. Теперь у меня вопрос, видим ли мы текст на экране. Думаю, что нет. Сейчас, секунду. Секунду. Так, еще одну секунду. Мне нужно вывести текст, для этого мне нужно закрыть все лишнее, чтобы не запутываться. Не запутаться. Так. Одну секунду. Так, 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 так. Секунду. Я никуда не денусь, если я не открою текст. Мне это нужно обязательно сделать. Обязательно нужно сделать. И мне нужна именно та глава. Хорошо. Давайте вот у нас с вами 60-я глава, и мы от нее будем отталкиваться. И вот Ишаягу говорит нам, мы видим с вами текст, он выведен на экран. Текст мы на экране видим с вами? Нет. Нет. Еще раз, еще одна попытка. Еще одна попытка. Одну секунду. А как же получилось, что у меня на экране не вышел этот текст? Секунду, секунду. Так. Секунду. Можем продолжать. Поднимись из руин, святия Рушалаем, ибо взошел свет твой подобно утренней заре, и слава Бога над тобой засияло, как ее лучи. Как образ мы понимаем, что есть начало нового дня, и с таким началом нового дня постоянно сравнивается наступление нового времени. И о свете, о свете, как раскрытие света, как начало нового времени, Ишаягу говорит несколько раз. И вот в девятой главе мы с вами видим, народ, блуждающий во тьме, увидел свет великий, живущий в стране тени смертные, и свет засветил для них. И во второй главе он говорит «Дом Якова, идите и пойдем во свете Бога». А в десятой Ишаягу отмечает, сделаем немножко, увеличим срифт, «И будет свет Израиля огнем, а святой его пламенем, что будет гореть и сожжет колючий кустарник и сорные травы его войска Ашура в один день». Прежде всего, я хотел бы с вами представить значение света у пророков, то есть понять, раскрыть это понятие свет, как оно понимается пророками. Мы попробуем сделать через такую физическую, скажем ли, ассоциацию с физическим миром. У света есть несколько свойств. Во-первых, свет неотделим от источника. Если мы захотим поймать свет в мешок или положить его в ящик, в тот момент, когда мы закроем мешок или закроем крышку ящика, у нас света не будет. Свет мыслится только как распространяющийся от источника. Это первая посылка. Вторая посылка свет несет в себе свойства источника. Недаром существует такой метод, как спектральный анализ, который позволяет по лучу свету, по излучению узнать состав физический или химический состав источника. для нас это очень важно, потому что если мы возьмем свет как образ, то мы поймем, что свет это прямая непосредственная связь с источником жизни. И если Давид говорит КИМХАМАКОХАИМУБОРХАНИРАОР, что у тебя источник жизни и в твоем свете виден свет, мы понимаем, что он говорит о непосредственной связи души с источником жизни, так как связан лучше с источником. Или можно сказать, что душа сама по себе является лучом протянутым к человеку от источника жизни. И в тот момент, когда происходит разрыв, то как бы свет исчезает, упаси Бог, то и жизнь также исчезает. У света есть несколько еще свойств таких, о которых можно представить себе. Как можно получить свет? Свет опять же нельзя положить в какую-то коробочку. Он динамик, он не существует в статике, поэтому получение света мыслимо только как его получение, прохождение, скажем, через тебя, через свою душу и передача его этого света дальше. И наши мудрецы спорили о том, отражается ли духовный свет, или давайте мы вот скажем с вами так, прежде чем перейти к этому, мы представим себе, что был первозданный свет, который не зависел от физических источников, как мы можем себе представить, то есть он действительно являлся прямой и непосредственной связью души человека со Всевышним, настолько сильный и постоянный, что другие источники ему не были нужны. Они выполняли какую-то функцию, эти источники, и мы можем представить себе, что Солнце и Луна были созданы изначально для того, чтобы отмечать время, указывать на особые дни, на какие-то праздничные, условно говоря, дни, особые дни, отмечать день и ночь, потому что мы можем представить себе, что на постоянство накладываются некоторые изменения, мир постоянства и мир переменной, они существуют вместе, так вот, свет постоянный, исходящий от источника жизни, от источника существования, его получает Адам, и он, в общем-то, ему достаточен, а вот материальный мир, который он должен преобразовывать и совершенствовать, там он видит Солнце и Луну, и по ним он узнает, что есть время в материальном мире, и что есть особое время, особые даты в материальном мире, но как бы все он получает от источника жизни, мы понимаем, что первозданный свет был скрыт, и Адам, как мы помним, с вами в первый же момент после греха он начал воспринимать Всевышнего как ходячего ветра дня, ветер дня, говорят наши комментаторы, прежде всего Раши, что это движение солнца, ветер дня, это движение солнца, и отсюда мы можем понять с вами, что у Адама Всевышний или связь со Всевышним, прямая связь со Всевышним начинает ассоциироваться с солнцем, если первозданный свет раньше был повсюду, проникал, пронизывал, все, и у Адама не было какой-то связи определенной с какой-то точкой или с каким-то объектом в мире, с которым у него ассоциировался свет, источник света, исходящий исходящий источник жизни, то теперь он солнце стал воспринимать как источник света и, по всей видимости, света духовного, не только материального, но духовного. Наши мудрецы Школа Шамая и Генели спорили о том, скажем, является ли солнечный свет как бы несущей волной для духовного света или нет. Мы понимаем, что когда есть такой спор, можно сказать и так, и так, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле духовный свет, он раскрывается или, по крайней мере, если так можно сказать, пытается раскрыться через солнечный свет или через другие источники света, а можно сказать, что нет, да, как бы и так, и так можно представить себе, но интересно, что, скажем, спор Гилеля и Шамая, он вот такого плана, речь идет о том, как говорить благословение после исхода субботы на свечу, Бейт Шамай утверждает, что источник света, нужно благословлять, говоря, источник света, а Шамай Агенель утверждает, что нужно благословлять, говоря, источники света, то есть, понятно, что Шамай видит, как бы, только один источник материальный и отрицает, что духовный свет входит в мир через обычный свет вместе с обычным светом, или считает, что да, что есть связь с духовным миром, и свет входит в мир. Вот у нас теперь есть какая-то картина, которая нам позволяет понять, о чем говорят пророки, когда они говорят о свете. Как мы с вами говорили, проблема пророческих текстов в том, что, переходя к духовным понятиям, они нас не предупреждают, они используют обычные понятия нашего мира, нашего языка, как образы для раскрытия духовных понятий. И в этом плане мы представляем себе, что вот свет в таком плане, как мы его описали, он является обычный свет, является образом, через который мы можем понять духовный свет. Духовный свет, прямая непосредственная связь с источником, который дает человеку и жизненные силы, и понимание, и ощущение связи с этим источником все в себе несет этот свет, этот свет нельзя себе присвоить, его можно только передавать, его можно передавать только дальше, и тот, кто хочет больше света, он должен передавать больше света другим. Это то, о чем идет речь. И когда пророк говорит поднимись из руин свети Ирушалаим, то он призывает Ирушалаим сделать первый шаг для того, чтобы свет Всевышнего начал раскрываться через него. Мы призыв очень серьезный, так сказать, поднимись из руин. Мы знаем, что Медраж говорит о том, что Всевышний поклялся, что он не войдет в верхний Ирушалаим, пока не будет отстроен нижний. И для того, чтобы проявилась духовная сущность Ирушалаима, этой центральной точки мира необходимо, необходимо, чтобы Ирушалаим нижний был построен, были построены дома, город был заселен, и, как говорит тот же самый Ишаягу, и понятно, что он не может сказать все в одном месте, сказать заново, что строительство Ирушалаима это не только строительство домов, хотя это очень важно тоже, это строительство его в плане города справедливого суда, справедливости и милости, как говорит Ишаягу, цион, 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 можно сказать, Ярушалаим, будет искуплен судом, бешавея, дздака, возвращающиеся в него, найдут свое место в Ярушалаиме благодаря дздака, благодаря милости, да, и можно сказать, что это слово дздака у пророков, как говорит Манбин, оно очень часто пересекается со словом справедливость, да, поэтому вот это поднимись из руин, да, это нам нужно построить, нам нужно построить Ярушалаим, да, и как город, заселенный людьми, и как город, в котором есть закон, закон справедливый, и в котором проявляется в котором проявляется милость, да, в древнем мире мы можем представить себе, что во времена Шламо Ярушалаим был городом мудрецов Торы, Кагенов, пророков, да, вот недаром говорится, что из Ярушалаима выйдет слово Бога, как говорит Ишаягу во второй главе, да, это город пророков, где божественное присутствие помогает людям приблизиться к пророческому уровню. Безусловно, город мудрецов, Сангидрина, да, не говоря уже о, не говоря уже о храме, да, храм, как бы, так можно сказать, притягивает божественное присутствие, вот мудрецы и пророки, это результат того, что в городе божественное присутствие, то есть город пророков и мудрецов, он был уже во времена, был таким во времена Давида и во времена во времена Шламу, да, так что построить Ирушалаем это еще кроме закона, соблюдения в нем закона, чтобы слова Ишаягу, произнесенные им в третьей главе в третьей главе упрек Ирушалаему, что и ха, и та лизуна кирьяна и мана как стала развратницей, как стала столица верная, как она превратилась в развратницу, в каком смысле, раньше суд ночевал в ней, а теперь убийцы, да, в этом смысле как бы разврат несправедливость здесь пророк сравнивает с развратом, да, вот, чтобы эти слова Ишаягу отошли в прошлое из третьей главы, да, и этого еще недостаточно справедливость, милость, город должен быть построен как город духовный, да, и тогда Ирушалаем будет, и тогда Ирушалаем будет светить, как мы сказали, свет невозможный, свет невозможно остановить, спрятать, положить в карман, да, если есть свет, то он распространяется и, он распространяется и для других, и это свойство Ирушалаема, который получает божественный свет, как, он, можно сказать, как общая душа всего народа, он тут же распространяет этот свет на весь мир, свети Ирушалаем, и возошел свет твой подобно утренней заре, и слава Богу над тобой засияло, слава Бога, понимается по-разному, да, в большинстве случаев, как мы видим это с вами и из книги Бамидбар, слава Бога понимается как свет, свет Бога, да, а мы уже с вами знаем, что свет это не просто образ, или мы знаем содержание этого образа, это связь, прямая непосредственная связь с Богом, да, и вот Ирушалаем снова из еще большей силы начинает исполнять свою функцию соединения духовного и материального мира, да, и это характерно для Ирушалаема по нескольким причинам, во-первых, он, как бы, святая святая храма ассоциируется с первой точкой, которая была сотворена, да, как говорит Рамбан Нахмани в своем комментарии надо решить, весь мир сотворен из одной маленькой точки и духовной и материальной сферы, то есть в этой точке начала творения там пересечения духовного и материального мира и то и другое, да, и поэтому это и есть точка связи святая святых, да, духовного и материального мира, точка, через которую распространяется божественный свет в весь мир и другая причина можно сказать, что на этом месте, они как бы пересекаются, две причины, что на этом месте, на месте, можно сказать, святая святых, можно сказать, жертвенника, да, как бы по-разному здесь говорится, в принципе, одно и то же, как бы в этой первой точке всевышний создал человека и там он вдохнул в него душу, что, то есть, опять же, соединил духовный и материальный мир, и вот теперь мы видим, насколько это емкое, насколько это емкое предложение, которое можно прочитать в одну секунду и забыть, да, поднимись из руин святей Иерушалаем, да, поднимись, ты поднимись, кто поднял, кто, как это Иерушалаем поднимись, это призыв к нам, поднимите Иерушалаем, да, поднимите Иерушалаем и в плане домов, и в плане справедливости, и в плане милости, да, ибо взошел свет твой, да, потому что, смотри, свет уже твой взошел, тебе только нужно раскрыть этот свет, а для этого нужно создать материальные структуры, чтобы духовное проведилось через материальные структуры. И мы понимаем, что в этом месте это как бы наиболее сильно должно прозвучать проявление божественного света через материальные структуры. И слава Бога, над тобой засияло. Вот такая заря, восход, как приближение нового времени. Не обязательно речь идет о свете солнца, а как появление нового света, появление нового света, того света, который напрямую соединяется с Всевышним, духовного света, но для того, чтобы он проявился, нужны нужные условия, о которых мы с вами говорили. Будущее время, в любом случае, так или иначе, это свет. Это свет, это раскрытие божественного присутствия, это свет, который, можно сказать, через Зерушалаем, который дает благословение всему миру и возвышает его духовно, воздействует на душу людей и изменяет душ, изменяет человека, отдаляя от него плохое, не знаю, может быть, не совсем уничтожая, но отдаляя от него плохое и раскрывая у него ощущение присутствия Бога повсюду, что уже само по себе отдаляет грех, отдаляет зло. Это то, что хотел Ишаяху, чтобы произошло в его время сразу же после чуда спасения Иерушалайма буквально царяхиский Яву. Вот в девятой главе он говорит, народ, буждающий по тьме, увидел свет пельники, живущие в стране тени смертной, свет засветил для них. Здесь, хотя это другая глава, но тоже здесь есть такая перекличка или связь, скажем, с раскрытием нового времени после очень тяжелого времени, после того, как народ выстоял в испытании, после того, как он шел во тьме и уже теперь пользуясь образами пророков, можно сказать, без ощущения Бога, вот без ощущения Бога, и казалось, что Бог оставил, Бог покинул. И Санхериф окружил Иерушалаем, не окружил, подошел к Иерушалаему и готов захватить его тьма с точки зрения как бы нет просвета, нет будущего, нет ощущения божественного присутствия, нет понимания того, что Всевышний делает, и, как хотелось бы, вдруг на свет, свет начала, свет начала времени, восстановление связи, прямой связи со Всевышним, прямой связи души со Всевышним, и народ, который блуждал в стране тени смертной, засветил для них свет, и этот свет решает все проблемы. Он и дает жизнь, может быть, можно говорить и может быть, можно говорить о вечной жизни, как говорит Ешаягу и Балаамави для Ницех, смерть навечно исчезает, но не будем замахиваться так далеко, скажем, что пока что этот свет дает благословение, в том смысле, он дает жизненные силы и продлевает жизнь, и дает и понимание, и ощущения и дает человеку радость. Если мы как иллюстрация, если мы вспомним с вами книгу Иова, которая бьется над проблемой понять, как в мире существует зло, кто приводит это зло, где справедливость, где источник зла и так далее, и так далее. Книга требует отдельного изучения, но то, что мы с вами скажем, что в конце книги проблемы решаются все тем, что Всевышний говорит с Иобом. Сначала он говорит с ним в гневе, но потом, когда он заговорил с ним, все проблемы решились, то есть восстановление прямой связи со Всевышним, это и есть само по себе решение в общем-то всех проблем. Я уж не говорю о красоте и поэтичности текста, который можно было бы говорить отдельно. Народ, блуждающий во тьме, увидел свет великий, живущий в стране тени смертный свет засветил для них. Призыв к сыновьям Израиля во второй главе он сам по себе интересный. Он говорит о том, что если вы помните, что народы приходят к храмовой горе, может быть храма еще и нету, народы мира собираются, хотят войти в дом Бога, может быть он есть, нет. И Ишаял говорит о том, что ощущение нового времени у народов рождается раньше, чем у сыновей Израиля. Это ощущение. Но только сыновья Израиля, только дом Якова может воспринять свет Бога Ижа. Я его призываю. Ну вот, приближается новое время. Давайте мы осознаем, что проявляется новый свет, божественный свет, и пойдем по этому свету. Тоже по себе сам по себе призыв очень интересный, потому что можно призывать изучать Тору, соблюдать заповеди, и поставить царя, и все. Это все правильно, все правильно, но эта структура не работает, если нету в народе пророчества и нету живого ощущения Бога, нету света Бога. то есть вся структура формальная, она как в Иерушалайме, как строительство домов, а после того, как ты построил эти дома, их надо еще наполнить светом, и идти нужно в свете Бога, потому что часто есть такая ошибка, что думают, что соблюдая заповеди, будет все хорошо. Это правильно. Заповеди, но нужно учитывать, что заповеди, это есть, так можно сказать, ну, я тут боюсь несколько, ну, условно говоря, скажем, да, как бы не ловите на слове, заповеди это момент частный, заповеди это момент частный, да, а страна, народ это момент общий, поэтому, когда речь заходит о народе, об управлении народа, тут заповеди помогают, но не совсем, но не совсем, потому что без такого божественного озарения куда, в какую сторону, как сделать, как поступить, как выйти на войну, как строить отношения с соседями, как привлечь, исполнить свою задачу, привлечь другие народы к пониманию единства Бога, да, здесь заповеди не совсем помогают, да, помолился, одел утром тфилин, это замечательно, ешь кошерное, это прекрасно, замечательно, но для того, чтобы идти как народ куда-то прокладывать путь, то дом Якова идите, да, идите и пойдем во свете Бога, да, нужен свет Бога, нужно пророчество, нужно реальное ощущение божественного присутствия, которое и приходит к людям, когда в народе есть пророчество, да, в десятой главе Ишайяву еще интересный момент отражает интересные свойства света, или он немножко по-другому смотрит на свет, да, десятая глава, семнадцатом предложении, вот, я сейчас попробую его для вас поднять, чтобы оно не было таким мелким, да, сделать его более читаемым, да, десятая глава, семнадцатого предложения, и будет свет Израиля огнем, а святой его пламенем, что будет гореть и сожжет колючий кустарник и сорные травы его, да, здесь написано в войсках Ашура, это я написал, вот, и понятно, что Ишайяву прежде всего говорит о событии, которые должно произойти, о гибели войска Ашура под Ушалаемом, но, в принципе, пророчество, конечно, имеет более глобальный смысл, и мы здесь видим интересное свойство, что свет, который раскрывается через Ирушаланин, через дом Якова, у него есть два свойства, либо он приносит благословение тем, кто его принимает, тем, кто его принимает, тем, кто готов приближаться ко Всевышнему благодаря этому свету, воспринимает его как приближение ко Всевышнему, или он как огонь, он сжигает тех, кто восстает, отталкивается от этого приближения ко Всевышнему, не желает приближения ко Всевышнему, продолжает на том или ином уровне бунт против Всевышнего, бунт, который человечество ведет на протяжении всей истории, начиная с павелонской башни, если это отталкивание продолжается, то этот свет Израиля, он становится огнем, и он сжигает противников, тут нужно учитывать, что, может быть, они не буквально горят, а горят их идеи, горят их то, из чего они черпали свои жизненные силы, сгорает их культура, все это горит как кустарник и как сорные травы, то есть полыхает очень быстро. Теперь мы делаем с вами что? Делаем следующий шаг, переходим к следующему стиху. У меня такое впечатление, что для нас не так важна скорость и количество прочитанных стихов, как понимание языка пророка. И почему, скажем, может быть важен такой разговор о будущем? Ну, можно сказать, будущее, оно как будущее, оно будущее. Опять же, давайте пока соблюдать заповеди, те, которые можем соблюдать, филинцы, цитка, шрут, суббота, праздники, вот, ну, а будущее, что же мы можем туда дотянуться, это тоже в какой-то степени правильно, но только в какой-то степени, потому что, да, потому что Всевышний никогда ничего не дает с насилием, да, с давлением, пока не пробуждается желание выйти на новый духовный уровень, этот духовный уровень и не раскрывается, да, и, а для того, чтобы что-то захотеть, нужно об этом знать, по крайней мере, нужно об этом знать, нужно это представлять, и нужно это как-то с этим, ну, если не полюбить, то как-то соотнести с этим, да, иначе у нас нету никакой перспективы дождаться этого будущего света, если мы говорим себе, ну, хорошо, у нас все есть, да, а там, что будет, то будет, и опять же, этим ценно изучение пророков, потому что пробуждает нас стремление к более высокому уровню, к той духовности, которой у нас не хватает, а мы этого не ощущаем, и мы не ощущаем ее недостатка, потому что мы просто о ней не знаем, или мы ее забываем, в этом ценность изучения пророков, да, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой высияет, мы вернулись вернулись к 60-й главе, я взял несколько примеров разговоров о свете из других мест и шаяу, а теперь мы вернулись к 60-й главе, второй стих, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой высияет Бог, и слава всесильного покажется над тобою, скажем, да, опять же, мы понимаем, что речь не идет об обычном свете, солнце, солнце и луна могут восходить вовремя и освещать землю большое светило днем, а малой ночью, да, но тем не менее, тем не менее, народы покроют покроют мрак, да, вот, а, можно сказать, ну а что, раньше у них был свет, раньше у них была связь с Богом, это прямая связь с Богом, которая сравнима с пророчеством, да, и является свойством еврейской души, что у них раньше был свет, нет, раньше тоже не было света, но теперь мрак покроет, потому что, да, потому что станет понятно, да, что это мрак, да, что поиск ими пути, пути существования, да, поиск жизненных путей, война за жизненные ресурсы, отстаивание своей, правоты своих культур, да, это, это мрак, это ощутится, это будет ощутимо с невероятной силой, тогда, когда над тобой высияет Бог, да, вот, слова совершенно прекрасные, да, понятно, что надо было сказать, высияет свет Бога, но Ишаяху специально говорит, над тобой высияет Бог, как бы, усиливая это ощущение божественного присутствия, непрямой связи с Богом, он пропускает это слово свет, хотя, оно здесь, как бы, невидимо, немыливо присутствует, да, и слава всесильного покажется над тобой, да, вот, также свет вселишнего покажется над тобой, высияет над тобой, высияет Бог, это больше для тебя, а слава всесильного это для всех народов, и когда, вот этот свет божественный прямая связь со Всевышним, со всеми отсюда, как бы, вытекающими, как мы с вами говорили, все это начнет проявляться, для земли покроет мрак, да, в сравнении, как бы, да, в сравнении с тем светом, который есть в Иерушилайме, да, в земле Израиля, вся земля будет, вся земля будет мраком, и это будет ощутимо, потому что, если раньше некуда было смотреть, как бы, да, то теперь есть куда посмотреть, есть посмотреть, можно посмотреть на Иерушилайм и увидеть, да, совсем другой, как бы, образ жизни, другую мудрость, да, и в конечном итоге почувствовать эту прямую связь со Всевышним, которая есть у еврейского народа, вот тогда все, что все эти войны, склоки, да, склоки, интриги, все это очевидно, очевидно будет мраком, с очевидностью будет мраком, да, вот, а результат какой? Ну, естественно, невозможно жить, жить во мраке, когда он, ощутим уже, как мрак, да, и пойдут народы на свет твой и цари на блеск пробивающегося сквозь мрак сияния твоего, да, пробивающегося сквозь мрак у них сияния твоего, да, есть такое понятие, которое берется из пророка Ихискель, называется клепатного, да, какая-то оболочка, которая пропускает свет, так вот, их мрак, оказывается, или можно сказать, что свет оказывается настолько сильным, что он повевает их мрак, да, и народы начинают идти на свет, собственно, о чем уже сказал Иша Яву, в второй главе, описав, что в конце дней гора Мурья, храмовая гора будет выше всех гор и начнут стекаться к ней народы, да, и скажут, пусть научат нас путям своим, да, и мы пойдем его дорогами и оставим, переделаем наше оружие на орудия, вот, и народ не будет учиться, народ не будет учиться войне, как бы все, он нам это сказал уже Иша Яву, здесь он возвращается к этому в других словах, да, темнота у народов, они ее очищают, и они идут на свет, который пробивается сквозь их темноту, подними глаза твои и взгляни, что происходит вокруг, и смотри, все они собрались, пришли к тебе, сыновья твои, издалека придут, и дочери твои на плече носимы будут. Не всегда понятно, что это обращение к Иерушалайму, как оно и раньше было в первом предложении, вот, да, как мы с вами здесь прочитали, поднимись из руин, да, вот, теперь, опять же, обращение к Иерушалайму, подними глаза твои, да, и взгляни, что происходит, речь не о народах, которые сдвинулись с места благодаря тому свету, который они ощутили, да, нету, нету большой, скажем, нету большой радости в том, что они приходят, все эти народы, поначалу, это большая работа принять их, объяснить им все, научить их жить, то есть радость, может быть, вот, исправление мира будет потом, но вначале это большая и трудная работа, да, а сейчас, когда народы эти пошли в свете твоем, да, обращение к Иерушалайму, посмотри, твои изгнанники возвращаются, да, твои изгнанники идут, твои изгнанники идут к тебе, и народы, которые почувствовали свой свет, они помогают этим изгнанникам вернуться, они их несут на плече, да, вот, все, все они собрались, пришли к тебе, все приходят к тебе, да, сыновья твои, то есть, вместе с народами сдвигаются и твои сыновья, последний остаток, да, который остался еще в народах, да, дождались раскрытия, великого раскрытия света верушилами, и вот они идут и возвращаются, и это большая радость, что они возвращаются, да, что затронуло что-то их душу, да, и вот они все, они все уважаемы, да, издалека придут, и дочери твои на плече носимы будут издалека здесь не обязательно физически, да, потому что когда говорится возьму тебя от края небес, да, то край небес это крайние идеи, крайние суждения, да, крайние суждения, крайняя отдаленность от идеи Всевышнего, также и здесь издалека они придут, о, далеко они были, вот понимание Всевышнего, Света Всевышнего, Центра Мира, Святости Земли Израиля, очень далеко они были, да, а вот теперь они тронутся, сдвинутся с мест, да, и народы их подхватят и скажут давайте, конечно, мы вам поможем, потому что, потому что, как мы с вами знаем, от притока, от притока в Снобе Израиля, от заселения Святой Земли зависит сила этого света, который раскрывается через ушелай, да, вот и поскольку этот свет еще, он так пробивается через, через мрак, да, то народы хотят его сделать сильнее, как сделать сильнее, несут твоих изгнанников и издалека, да, приводят к тебе, тогда увидишь и будешь лучиться от радости, испугаешься от неожиданности происходящего и расшириться от радости сердце твое, потому что польется на тебя множество народа, как шум моря, армии народов придут к, армии народов придут к тебе, да, здесь описывается момент, момент радости, связанный с, и с возвращением последних изгнанников, и может быть в большей степени что в том, что вдруг оказывается, что народы, они тоже почувствовали этот свет, потому что, знаете, как бы вариться внутри, в своем котле, в самом себе, все время всегда остаются какие-то сомнения, вот, а прав ли я, да, вот, а почему другие не видят очевидной истины, ну, почему же они не видят то, что видим, то, что мы видим мы, почему они не ощущают то, что ощущаем мы, да, и вот это задерживает радость, и тут прожвало все, как бы этот свет затронул всех, все стекаются к тебе, и это пробуждает радость, тогда увидишь и будешь лучиться, добавляется радость, добавляет свет, да, понимание величия момента, глобальности момента, оно само по себе добавляет свет, потому что наше понимание, наше желание, это есть сосуд, который привносит новый свет, да, и испугаешься, да, и боишься сам себя, что же это происходит, да, вот, и мы знаем это, мы знаем это чувство, я думаю, что оно у всех есть, да, вот, как же, как же это мы удостоились такого, да, что мы живем землей Израиля, что мы видим ее рассвет, что мы видим как бы уже необратимый, необратимый процесс, Израиль это не какое-то временное образование, это вечное образование, вот это вот некоторый такой испуг или настороженность, оно присутствует и, присутствует и сегодня, испуг от величия, испуг от неожиданности произошедшего, да, и расширится от радости сердце твое, да, это тоже великие, это тоже великие слова, да, широта сердца, и это то, что необходимо и для проживания в земле Израиля и для наступления нового времени. Мы помним с вами, что женщина, которая, можно сказать, обладает пророческим даром, живет в земле Израиля из народов Канаан, да, ее зовут Рахав, да, и она видит происходящее, как бы, когда сыновья Израиля пересекают Ярден, она понимает и видит, и чувствует, и от нее, от Рахав происходят пророки, Рав Кук говорит о том, почему она названа Рахав, да, потому что она квинтэссенция земли Израиля, она представляет, как бы, ее, да, о земле Израиля говорится земля приятная, хорошая и широкая, а широкая в каком смысле? Ну, мы с вами все привыкли смотреть на карту и удивляться этой узкой полосе, которая в самом узком месте достигает 70 километров в ширину, это наш Израиль, да, как же можно сказать, как же можно говорить о широте земли? Понятно, что понятно, что широта здесь другая, широта, которая, которая определяется близостью к духовному миру, который сам по себе не ограничен временными и пространственными ограничениями и ломает их хотя бы в какой-то степени, когда он приближается к материальному миру. Так же и земля Израиля, да, говорят, что она, как ее сравнивают с ланью, почему? Потому что кожа лани, она растягивается, так и земля Израиля, сколько хочешь народу, сыновей Израиля, вместить столько, она и вместить всегда будет всем место, об Ярушала ими, говорят, что никогда не сказал человек другому, что тесно мне, да, вот, то есть широта, это свойство земли Израиля, определяемое тем, что она опять же близка к духовному миру, который проявляется в ней, но и не только, да, но и не только. Это дает человеку широту представлений, он выходит за, он выходит за рамки обычных представлений, да, и вот здесь, когда говорится, что расширится сердце твое, когда ты уже чувствуешь это новое время, и его, и не только чувствуешь само новое время, чувствуешь его глобальность, отражение его во всем мире, да, вот, то тут расширяется сердце, ты начинаешь понимать, понимать, что происходит, да, у тебя появляется широта мысли, широта восприятия, да, вот, потому что польется на тебя множество народа, как шум моря, армии народов придут к тебе, да, и вот ты понимаешь, ты начинаешь понимать, что происходит глобальное исправление мира, и ты начинаешь понимать, в чем оно состоит, потому что, да, вот этот новый свет и святая земля дают тебе широту, широту мысли, вот, широту, широту сердца, или широту понимания восприятия всевышний дал царю шламу. Вот, ну, давайте мы здесь остановимся, несмотря на то, что я, как бы, не опоздал, а задержался, и потом еще пытался открыть экран, вот, все-таки мы остановимся, и если есть какие-то вопросы, что-то спросить, обсудить, то, пожалуйста, я к вашим услугам, я сделаю сейчас стоп-шер, для того, чтобы видеть вас, вот, мне самому этот разговор представляется очень важным, нетривиальным, выводящим нас на новый уровень понимания, но это я, а вы, пожалуйста, ваши замечания, вопросы, возражения, все принимается с большой радостью. Окей. Ну, что я... Добрый вечер. А позвольте просто восторг выразить по поводу, я опоздала, прошу прощения за опоздание, нужно будет послушать мне пропущенное в записи уже. Полный восторг вообще, большое спасибо за этот потрясающий, вдохновляющий урок, и нам всем действительно нужно очень хорошо ознакомиться с полным текстом пророчества и шаяху, чтобы иметь вот такое вот общее понимание, в каких местах мы находимся. Ну, потрясающе. Я буквально вчера просто изучала отдельно книгу, вот, ну, по порядку, и это очень помогает больше подготовиться к уроку. Такой вот отзыв. Добавить нечего, потому что огромный массив потрясающей информации. Благодарю, Рабзе. Спасибо. Спасибо большое. Не буду отказываться и говорить, ну, что вы, да, я только скажу, очень помогает вот восприятие и такая реакция, она очень, очень помогает, да. Ну, я еще раз, пока кто-то думает, что сказать, хочу подчеркнуть, что, как мы видим с вами, пророки, это отдельная тема. В какой-то степени принцип изучения отличается от изучения Торы, потому что, потому что здесь, ну, если говорить, в первых пророках обязательно нужно владеть историей, представлять последние события, а во вторых, как мы здесь вот видим, так сказать, в поздних пророках, то, что мы взяли с вами Шаягу, здесь нужно владеть пророческими, пророческими образами, да, вот, и не случайно Рапу говорит, что тот, кто соприкасается с пророками, он соприкасается со светом пророков, он не говорит то же самое о Торе, там работает что-то другое, что мы можем обсудить, вот, но свет, о котором мы сегодня говорили, да, он действительно пробивается именно через строки пророков, пожалуйста, если есть что-то еще сказать, я с удовольствием на то послушаю, Розеев, можно вопрос? Да, пожалуйста, конечно. По поводу, вот, все-таки, предсказания или пророчества Исаака Ньютона, достигают уровня пророков или нет? Он же предсказал, что еврейский народ в начале XVII века, предсказал, что еврейский народ будет в конце XIX века собираться, и после катастрофы, в начале XX века, после катастрофы возникнут еврейское государство. И больше того, он предсказал, значит, приход Машеха уже на, так сказать, веку наших детей и внуков. Я, к сожалению, не знаком с этими предсказаниями. Я несколько знаком с его теориями относительно храма, относительно книги Даниэля, то, что, может быть, мы с вами говорили, Ньютон представил себе весь мир как некоторое число передвигающихся шариков, и подумал, что если он знает импульс каждого из этих шариков в какой-то момент, то может он определить этот импульс в любой другой момент будущего. Отсюда возникло его представление о детерминизме. я могу себе представить на каком основании Вильнюсский Гаон не только представить, а просто знать и при случае рассказать, как Вильнюсский Гаон сделал вывод, что государство будет возникнуть в 1946 году. Это я могу сделать, но, к сожалению, я не могу представить, как мыслил Ньютон. Этот вопрос о пророчестве среди народов возникает постоянно. Я могу сказать, что я не отрицаю возможность пророчества у других народов, но оно совершенно не похоже на то пророчество, которое есть у нас. И даже можно, мне трудно судить об этом, скажем, и нету работ, которые занимались этим исследованием и такими исследованием, но на основе общих соображений можно сказать, что есть предсказание в народах мира, оно совершенно отличается от наших пророчеств, потому что в нем нету понимания, нету понимания сути. В нем нету понимания сути, и предсказание времени, когда произойдет какое-то конкретное событие, совершенно далеко не является главным в наших пророчествах, абсолютно не главная, речь идет о, как мы с вами видим, о раскрытии сущности, о раскрытии сущности, сущности будущего, будущего времени, изучая Ньютона, нас не может пробудиться такое, я думаю, у евреев не может пробудиться такого страстного желания к построению государства и приближению его к духовному уровню, понимание, что такое храм, через Ньютона невозможно добиться, то есть нету там нету понимания, при всем уважении, пожалуйста, Ньютон, пророк, хотите пророк, пусть будет пророк, пророк в десятой степени, пусть будет, мне все равно, понимания там нету, и одно дело, когда Вильнюсский Гаон или Рамхаль говорят о возникновении государства, и другое дело, когда говорит об этом Ньютон, даже если он дает какую-то точную дату, скажем, более точную, чем Вильнюсский Гаон, хотя куда точнее, там, 1946 год, говорит о катастрофе, я не знаю просто, как бы, я не читал таких работ, мне трудно представить себе, что Ньютон предсказал катастрофу, Рамхаль и Вильнюсский Гаон, они чувствовали приближение этой катастрофы и искали пути, как ее избежать, а главный путь это собирание сыновей Израиля в земле Израиля, это то, что по их убеждению, по им, то, что подсказывали им их знания, это то, что могло спасти еврейский народ от катастрофы, можем ли мы найти то же самое у Ньютона, я очень сомневаюсь при всем уважении к нему. Так что, скажи... И при том, что он прекрасно стал еврит, специально изучил еврит и читал в подлиннике все, не всякие семидесятники и прочее, а читал в подлиннике, то есть язык в этом плане, то есть идет, так сказать, у евреев своя манера, да? Ну, понимаете, еврит, еврит это очень хорошо, в КГБ тоже изучают еврит, я знаю человека, который в начале 70-х годов, мой родственник, вот он попал в такую историю, он давал лекцию, он специалист по евриту, давал лекцию по евритской литературе слушателям академии в КГБ, да, было очень интересно, вот, он потом сообразил, что он несколько не туда попал, вот, но, пожалуйста, в КГБ прекрасно знают еврит, это не делает КГБ пророками, я прошу, это как бы, ну, если можно так сказать, есть такая просьба, как-то вот пустить внутрь себя, да, что пророчество, пророчество, это прямая связь с Богом, да, изучение пророков, это какой-то отблиц к этой прямой связи с Богом, да, и этого нет у других народов. Спасибо. Вот такой вопрос, можно меня слышно? Да, да. Ну, вот как вы считаете, если действительно справедливый суд, он, как бы, ну, я считаю, что, допустим, как некий архетип, который должен, так сказать, приводиться, реализоваться, вот борьба за справедливый суд актуальная сегодня, она часть этого процесса, вы готовы в это признать? И, я не знаю, идет ли борьба за справедливый суд, можно назвать это, бы, ну, оставим в стороне, как бы, я, как бы, за, если хотите, я за реформу, да, но это, как бы, не совсем тема наших занятий. Я бы сказал, да, глобально, да, что все, что происходит с государством Израиля, да, это, это становление, становление тех структур, которые, которые позволят в дальнейшем, в дальнейшем наполнить эти структуры великой духовностью, да, и нас не случайно, как бы, не случайно, так сказать, выносит на основные, на основные вопросы, да, не вот, я помню, скажем, 25 лет назад, 30 лет назад, возьмем 25 лет назад, да, трудно, трудно было объяснить людям, что храмовая гора очень скоро станет таким центральным моментом в жизни Израиля, политике Израиля, и в политике всего мира, но нас вот так вот вынесло на этот вопрос, и мы хотим, не хотим, мы занимаемся им, и мы обсуждаем его, и мы боремся за храмовую гору, то есть идет некоторый процесс, некоторый процесс становления Израиля, может быть, сейчас больше материальных его структур, то же самое с вопросом и с вопросом о суде, да, вопрос выбора судей, как он сегодня, скажем, ставится, это только верхушка айсберга, да, мы уже от этого вопроса, от этого вопроса суд в Израиле, что такое суд в Израиле, что такое справедливый справедливый суд, мы уже от этого вопроса не уйдем, мы будем в нем крутиться и биться, пока божественное провидение нас не вынесет на более четкое понимание всех этих понятий. Если сказать, что в религиозном мире есть понятие того, что такое справедливый суд, это тоже не так. Я беру глобально, я не могу говорить о всех людях, но глобально чувствуется, что нет понятия, что такое справедливый суд. А как он работает, этот справедливый суд? А как он должен работать? А нет такого понимания, что без царя суд не может работать. То, что те правила, которые описаны в страктате Сангедрин, если не брать, скажем, опять же, то, что говорится о царе, то он не может работать, это не рабочая вещь. И страна не может существовать без царя, без Сангедрина и без пророка. И царь отвечает за все, и он отвечает за судей, за их праведность. Царь, отвечая, он ставит, назначает судей. И так далее, многие моменты. А ты спроси, как должен такой справедливый суд. Так тебе скажут, ну вот есть талит, двое держатся за него. Вот как разделить правильно этот талит? Наверное, пополам, если они нашли этот талит и вместе схватили за него. Это отсутствие широты мышления, которое, как мы сегодня с вами сказали, необходимо в земле Израиля и в новое время. Одним талитом, как поделить талит между двумя небахами, которые его нашли, этим не ограничивается вопрос суда, так же, как он не ограничивается теми аспектами, которые подняты в реформе. И становление суда, к сожалению, это длительный процесс, который потребует осмысления и от, условно говоря, нерелигиозной части общества, и от религиозной части общества потребует осмысления, что такое суд, справедливый суд по той же самой Торе. Это то, что я могу сказать примерно. Спасибо. Есть что-то, что хочется еще спросить, обсудить, возразить? Хорошо. Если нет, то мы закроем форум и постараемся с вами продолжить вот так же, как бы, раскрывать пророческие образы на следующих занятиях. Вот. Только приходите, найдется, что обсудить. Хорошо. Спасибо всем за внимание. Окей. Спасибо вам, Робзеев. Да, всем счастливо. Пока, если будут вопросы, дополнительно, пожалуйста, либо на следующем уроке, либо во всех тех местах, где вы нас видите. В Телеграме, в комментариях к Ютьюбу, напрямую Робзееву, мне, как угодно, пожалуйста, лишь бы они до нас дошли. Всем счастливо и пока. Робзеев, огромное спасибо. Спасибо. Всего доброго. Пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...